Димочка, давай сюда. Валера, только говори громко, правда. Ты работаешь? Давай говорим. Валера, ты понимаешь, в чем дело? Если бы мы встретились в первый раз, то тогда бы я ничего вообще не знал. Не знал ни что вы, ни что вы, ни какие вы самое главное. Тогда бы я все спрашивал. А сейчас, когда я вас знаю, мне делать довольно трудно. Но тем не менее, на самом деле мы сами себя не знали. Говори, говори. Но тем не менее, что такое ТНН сейчас? ТНН сейчас это школа такая дурацкая совершенно. Школа абсурда что-то. Всегда как бы существовал такой генератор в виде меня. И вокруг него совершенно различные люди. Люди очень хорошие. То есть у меня таких людей нет. Все люди, которые уходили от меня по каким-то причинам, но только не по причинам того, что мы что-то не поделили или что-то там произошло. То есть были какие-то моменты чисто человеческие, без которых нельзя. Вообще сейчас ТНН это вот такая вот камерная школа, более такая, наверное, скорее философская школа, чем музыкальная. Да нет, как раз таки музыкально-философская школа. Потому что чем мы занимаемся? Мы занимаемся тем в первую очередь, что мы стараемся купаться в звуках. Основная задача это вот плавание. Потому что звук он настолько, ну я имею ввиду звук музыки. Настолько непонятные измерения там возникают, по которым просто очень интересно барахтать. Вот мы барахтаемся там с всевозможными телегами, с всевозможными, как это сказать, провокативными ситуациями. То есть мы постоянно играем какой-то спектакль в жизни. Выдумываем себе какие-то спектакли. По сути дела получается, что мы не просто обыкновенные люди, которые живут там. Ради живота. Валера, а как соотносится все это барахтание с какими-то практическими вещами? То есть со всем тем, что принято называть шоу-бизнесом, развитием группы, ее становлением. Альбомы, концерты, раскрутки, слава. Ну видишь, очень много времени была у нас такая ложная концепция, я не люблю так это слово, но ее иначе не назовешь. Нам хотелось стать знаменитыми, нам хотелось стать популярными. И естественно это не ради того, чтобы кататься на Мерседесе и периодически мелькать в ящике. Для того, чтобы просто было интересно, чтобы наша энергия, наша продукция на кого-то валила вас. То есть, ну как, я могу играть годами дома на гитаре, но это ведь кроме как мне самому никому не надо. Соответственно, надо что-то кому-то показывать. Вот, с раскрутками там, ну не хотелось бы говорить о шоу-бизнесе, потому что мы лежим вне шоу-бизнеса. Поскольку мы занимаемся, в общем-то, музыкой, которую стоит охарактеризовать как боковая поп-музыка. То есть мы создаем танцевальную музыку, под которую сами же танцуем, под которую не танцует больше никто. Мы танцуем, нам интересно, мы сочиняем какие-то звуки, какие-то там интересные дела. Более того, мы в этих звуках докопались до магии. То есть, что такое магия? Ну это не кашпировский, не чумак, не такие все дурацкие, рульгарные моменты. А просто магия это, ну, как часть мастерства. Вот, и я считаю, что мы докопались до этого мастерства. Поскольку, если, скажем, десять лет тому назад я играл, ну просто чисто подражательные моменты. Цепляли там какие-то группы, ну и до сих пор цепляли. И мне как бы хотелось там подражать, то ли Zeppelin, тот же Division, то еще кому-то. То есть меня что-то захватывало, и мы в этом ракурсе создавали. Вот, а сейчас мы, ну как бы, раскодировали немножко свое «я», хотя до конца его понять очень трудно. Но, во всяком случае, ведется работа к тому, чтобы раскодировать свой, понять свои какие-то очень глубокие корни. А в этих глубоких корнях существует музыка. Потому что, ну что такое музыка? Музыка это вообще энергия мироздания. То есть все музыка. Куда ни крути, и везде музыка. На похоронах бабы вовут, это музыка. На свадьбах песни поют, это музыка. Человек умирает, это тоже музыка. Человек рождается, это тоже музыка. Вот мы до этого докопались. Более того, тут для нас такие моменты раскрылись очень славные. То есть с тех пор, как мы перестали работать на подражание, то есть немножко стали отбрасывать этот элемент попугайничества, мы стали малоинтересны людям. В том плане, что, ну когда мы играли какую-то тяжелую музыку, которую можно назвать хардом, там, хард-роком, мелодическим, там, панком, там, еще чем-то таким вот с натягом на индепендент. Вот. Мы были интересны. На нас ломились, как-то там крутились. А потом, когда мы подошли к вот внутренней стороне, от нас немножко отшатнулись. Это закономерно. Потому что, ну, тут произошел такой момент, в свое время люди перестали понимать, ну, какие-то очень сокровенные сублимации, например, в музыке того же Джима Хенрица, то есть поздний его период, когда он стал копаться внутри себя и, ну, немножко отошел от поп-музыки, от блюза. И я, например, раскопал в себе, что я человек с воскресенья. Меня с детства тянуло в Турцию. Сейчас туда в Турцию все ездят за жвачкой, а вот я очень хотел бы туда поехать, чтобы послушать миновецкие песни. Вообще меня интересует этническая музыка и, в частности, византийская музыка. То есть, видимо, мне очень много лет, ну, судя по подсознанию, мне очень много лет, и меня больше волнует почему-то византийская музыка. Хотя, ровным счетом, я об этом это ни хрена не знаю. Ну, почему-то, когда я в последнее время начинаю играть не стереотипы, не шаблоны, а что-то нечто такое, что идет изнутри, у меня получается что-то восточное, грубо говоря. Вот, и мне говорят, старик, что ты какую-то татарщину завел? Ну, завел, вот мне, я тащусь от этого. Я с детства там, меня мама ругала, потому что громко включал радиоприемник, ловил какие-то там вот эти... И вот я пытаюсь, поскольку у меня там с голосом не все в порядке, ну, не Шаляпин я, и не Ковердейл, и не Пуант. Я стараюсь это как-то делать на гитаре, вот это так ликушеское. То есть элемент полного такого звука вне измерения. То есть где-то какие-то там... Ну, я даже не хочу технически говорить, потому что это все нужно слышать, музыку не расскажешь. Не расскажешь ее, и... И... А что касается раскрутки, то... Тут... Ну, такой дурацкий момент. Вот меня встречает недавно человек, который там со мной учился, потом стал бизнесменом, он говорит, слушай, я тебе до сих пор этой фигней занимаюсь. Ну, получается, я тебе до сих пор. Говорит, ну, а профессия у тебя какая-то? Не знаю, говорю, ну, то есть... Возникла такая ситуация, я как бы растерялся. Вот, вот, недавно я был в больнице, там, мне оперировали ногу, и... Когда я, значит, оформлял документы, мне задали вопрос, а кем вы работаете? Я думал, думал, говорю, космонавт. Ну, они, естественно, а шизели. А я подумал просто, ну, что я могу сказать, кем я работаю? Ну, да, я учился в университете, у меня учили литературе, там, журналистике, еще чему-то там. Деньги я зарабатывал на самых невероятных вещах, от того, что там, ну, аферизмом занимается. Не занимаюсь, не стесняюсь, потому что аферизм это искать. А тут я получился в такой дурацкой роли Шаляпина. Знаешь, там такая ситуация в жизни была, когда Федор Михайлович едет на телеге в деревню с мужиком, а мужик с базара возвращается. И вот этот мужик задает ему вопрос, слушай, говорит, а чем, как ты, кто ты вообще? Он говорит, ну, я певец, певец, это не профессия. На хлеб ты чем зарабатываешь? То есть Шаляпин в данной ситуации тоже не смог ответить на это, потому что, ну, для нормальных людей, ну, что такое, ну, человек поет, на хлеб он зарабатывает, и профессия тогда, это когда он поет, там, и сушат, и сушат, и сушат, и сушат. Ему башляют много денег, все хорошо. А тут вот живут такие ненормальные люди, у которых какая-то музыка не такая, и танцевать по ней нельзя, и в кабаке ее не выставишь. И тем не менее они этим занимаются, там. И вот я считаю, что это боковая такая поп-музыка. Валера, слушай, вот на все эти вещи нужны как огромные силы. Там, понимаешь, от банальных физических до, как бы, неких глубинных. А ты вот сколько уже там, 15 лет, там, больше, да, всем этим занимаешься? Пару тысяч лет я точно этим занимаюсь. Ну, тем более, ты себя не чувствуешь вот старым для таких вещей просто? Понимаешь, нет, я не чувствую себя старым, потому что, ну, у нас тут сложился какой-то дурацкий такой стереотип, что вот существуют какие-то временные рамки. Пока у тебя гладкая кожа, тонкие ноги, тонкие пальцы, и вот ты вроде бы как годишься. А мастерство-то заключается как раз таки в зрелости. Вот что, например, ну, существует спорт. Существуют красивые девочки-гимнастки. Вот, там, 15-16 лет, максимум там 18, вот они уходят, становятся тренерами. Это же не означает, что они перестали быть мастерами, перестали делать искусство. Они просто вышли на какой-то другой уровень. Вот я думаю, что я вышел на тот уровень уже. Конечно, с моей рожей уже очень трудно стать поп-звездой. Там, брюхо у меня, слава богу, еще не отросло. Вот, ноги бегают. В сексе я тоже нормальный человек. То есть, ну, как бы такие моменты, которые позволят человеку до смерти куролесить очень сильно. Но, возникают какие-то новые совершенно потенции. Потенции какого уровня? То есть, если, скажем, в 20 лет мне было интересно играть, ну, в сущности, то, что называют рок-н-ролл. Вот, веселить толпу, поднимать ее, качать дурацкую энергию для новых. Вот, сейчас у меня возникли какие-то другие интересы. Вот, меня больше интересует звуковая палитра, больше интересует психология аферизма. Вот. И этот аферизм, он и звуковой аферизм. То есть, вот что такое звуковой аферизм? Вот, скажем, мы записываем с Димой последний альбом, не последний, в 91-м году, это уже предпоследний альбом «Ведение в метафизику». То есть, фактически этот весь альбом записан с фонаря. Доходило до того, что мы прослушаем очередной дубль в аппаратной, потом Дима говорит, что мы сейчас будем играть. Мы идем по коридору, курим с ним. Я говорю, Дима, я сейчас не знаю, по коридору пройдем, я что-нибудь придумаю. В результате, на самом-то деле, получаются самые клевые вещи, которые выходят оттуда из тебя, из подсознания. Когда ты их выдумаешь, идя по коридору, за какой-то промежуток, там полторы-две минуты. А не те вещи, которые ты оттачиваешь, вымачиваешь, шлифуешь. Это все фигня, на самом-то деле. Потому что мы хороши, ну как в сексе. То есть, у тебя возникли какие-то спонтанные движения. Ты пошел, докопался до своей души, нажал эту кнопку, и у тебя пошло хорошо. А если ты просто вот пришел, подругу подсылал щелочку, почесал ее за ухом, раздел, вот сделал, там вспомнил, что ты там читал, или там что тебе инстинкт подсказывает. Это все скучно. Работать по накатанному сценарию, по написанному тютельку в тютельку, это все скука. Вот мы этим занимались в начальной стадии. Сейчас кому-то может показаться совершенно дурацким фиглярством, или черт знает чем, то, что делаем мы. Мы можем расстроить гитары, чертовой матери, и наслаждаться от этого. То есть, иногда, когда мы с Димой расстраиваем гитары, причем они сами расстраиваются, за нас. То есть, гитара это, ну, у меня, в общем-то, две дорогие вещи. Моя жена и моя гитара. Две жены, фактически. Вот у меня жена, я ее люблю тогда, когда она совершенно четная, непредсказуемая. И гитары у меня непредсказуемые. Когда они, вот, с магазина там все у них ровно там настроил, у тебя дядя играет что-то там, а-ля, или клэп, там, или еще что-то. Вот, когда у тебя какая-то вот идет фигня, там, гитара не строит, или еще что-то, ты вдруг начинаешь находить какую-то в этом гармону. Ну, смотри, как на это смотри. Если, конечно, зажать себя этим комплексом, что, старик, гитары должны строить, обязательно. Там, вот, 50 герц, там, лампочка шужит, вот, ты должен настроить ее вот так. И, например, вот так вот все должно происходить. Валера. Да. То есть это вот такой аутизм, да? На себя. Я не знаю, что такое аутизм. Ну, это вот когда человек самодостаточен и на себя замкнут. Его интересует только вот то, что вот происходит с ним, и вот те ощущения, которые он испытывает от того, что он делает. То есть вам уже сейчас не нужны ни зрители, ни слушатели. Боже упаси. Нам очень нужны зрители. Мы от этого кайфуем, когда нас люди понимают, когда нас люди не понимают, это тоже интересно. Потому что это очень интересно анализировать потом, вот почему ты так вот долбанул по ушам. А у них произошла вот такая реакция, что они, скажем, не вино с пивом побежали пить, а вот у них какая-то, 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 сгалима девочка. Нет, нам нужны зрители, обязательно нужны. Именно для этого там, может быть, и нужны какие-то там импресарио, дурацкие, я не знаю, все эти технологии там, шоу-бизнеса, раскрутки. Все это необходимо, потому что, ну, дурацкая мастурбация в ванной с черным кафелем, когда ты делаешь вот все сам по себе. Тебе нужны партнеры обязательно. В любом искусстве нужны партнеры. И мы их ищем. А что касается на том, что мы перемкнуты на себе, это неправда. Существует такая очень классная независимая группа, американская. Я не буду даже ее называть, потому что ее никто не знает. Ну, это типа нас вот в совке. Ну, кто такой ТНН там посидел? Он не знает. Где-то там 300-500 человек. Может быть, от себя. Ну, неважно. Вот этот человек сказал, что самое главное, понравится самому себе. Если ты будешь уважать свое «я», если ты своему «я» будешь нравиться, естественно, на тебя будут ходить люди и тебя будут как-то воспоминять. Ну, да, отцы им там дураков, которые привыкли к клише, которым непременно нужно там вот то-то, то-то, то-то. Существует сейчас определенное поколение спортивных штанах, на которые я работать не хочу. Просто не хочу. Но я работаю и на него. Если они приходят, они воспринимают все отлично. Поэтому аудитория, безусловно, она очень важна. Хотя у нас очень сложная аудитория, очень сложная. То есть у нас, например, воспринимают все-таки сумасшедшие люди. По-настоящему, по-хорошему сумасшедшие люди, они тащатся от этой музыки. И мне этого достаточно, потому что, ну, я не могу угодить тем коммерческим директорам, тем, кто сейчас носит модную кличку «спонсор». Не делаю я вот таких движений ногами. Не играю я на гитаре, как кингемальстер. Не делаем мы каких-то вот таких шаблонов, которые привыкли покупать. Кинг-Ар, так, туру. Такой вот, наracи-кинг, мы читаем, как у нас идет, будем выигрывать и contrastровать и продолжать. У нас есть гитарболио. Продолжение следует...